Ну что же, друзья, мы подходим с вами сегодня к тому, что, пожалуй, считается самыми трудными для толкования фрагментами всего Ветхого Завета. Мы с вами подходим к последним главам книги «Изекииль», и мы с вами входим в такие воды, по которым очень трудно пройти. И мы с вами это сегодня увидим. Более того, скажу вам так, мы просто попытаемся и только попытаемся сделать один шаг к тому, чтобы помочь вам понять эту часть Священного Писания. Я хотел бы немножко забежать вперед и заранее сказать вот о чем. Я обычно показываю это уже в конце нашей беседы по книге «Изекииль», но в этом году я решил сделать немножко по-другому. Вы могли загрузить вот эти таблички, вот эти таблицы, но Дэн Блок в своей книге, в своем комментарии на книгу «Изекииль», начиная с 34 главы, показывает нам то, что он считает восьмью действиями, которые Яхва совершит в будущем ради славы своего имени. Вот Дэн Блок – это ведь человек, который эсхатологически отличается своей позицией от нашей. Но мы с вами можем посмотреть этот список. Понятно, что он сводит вместе два видения, которые мы с вами видели на прошлой неделе. Одно из них начинается в 33 главе, 21 стихе, и до 39 главы, до конца 39 главы – это восстановление Израиля в земле. И затем второе видение, 40 по 48 главы – это возвращение славы Божьей в храме. И особенно в 34 по 39 главы «Изекииль» снова и снова напоминает Израилю, что сделает он все это ради славы своей, ради имени своего. Его, потому что они оскорбили его имя, потому что они сделали так, что его имя порицается и поругается среди язычников, потому что они извратили славу Божию среди народов. И по этой причине Яхва совершает некие действия, как говорит Блок, ради славы его имени. И вот мы с вами переходим к 38 и 39 главам. Но мы ведь в прошлый раз, на прошлой неделе уже говорили об образе пастыриц и царя Израиля, 34 глава. Мы говорили с вами о восстановлении земли Яхве, 35 глава, до 36 главы, 14 главы, 14 стиха. Дальше мы говорим о восстановлении чести Яхве, 36 глава, восстановлении людей или народа Яхве, 37 глава, и восстановлении завета Яхве, отношения завета с Израилем и Иудеей как единой нацией, единым народом в будущем. Это конец 37 главы. Ну и дальше в 38 и 39 главе мы с вами понимаем, что сложно рассказать, сложно раскрыть все детали, сложно раскрыть все подробности, прежде всего, о том, как эта часть соотносится с другими фрагментами Священного Писания. Но мы, по крайней мере, можем очень четко согласиться, потому что, Иезекииль об этом говорит, речь идет о восстановлении главенства Яхве, превосходства Яхве. о восстановлении познания Бога Яхве и главенства Яхве среди всех народов. То есть Бог сделает так, чтобы и Израиль, и народы познали, кто Он такой, кто такой Яхве. И Он совершает это снова ради Своего имени. Иезекииль 39 глава, 27 стих. «Когда Я возвращу их из народов, и изберу их из земель врагов их, и явлю в них святость Мою при глазами многих». И в результате будет восстановление народа израильского и восстановление славы Яхве, потому что народы узнают, что Я Господь их. «Когда рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них. И не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что Я и залью Дух Мой на дом Израилев», говорит Господь Бог. Вот это и есть кульминация того, как Бог проявит Свою славу. Ну и с 40 по 46 главы «Слава Яхве вернется в будущий храм». Блок говорит об этом как о восстановлении «Присутствие Яхве среди его народов». Среди его народа. И дальше 47 и 48 главы говорят о том, что возвратится присутствие Яхве в земле. Так что Блок и также и другие авторы указывают на все это в книге «Езекииль». И они отмечают, что таким образом провозглашается слава имени Яхве. И независимо от того, верите вы в тысячелетнее царство или нет, какова бы ни была ваша эсхатологическая позиция, все мы согласны с тем, что здесь, особенно в последних 10 главах книги «Езекииль», говорится о восстановлении славы и чести имени Яхве. О том, что Израиль и народы не должны упустить этот момент. Они должны понять, что это и есть откровение того, кто такой Яхве и как он совершит все это в будущем. Но 38 и 39 главы, где говорится об этом вторжении объединенной армии, «Езекииль» описывает это вторжение. И по любой интерпретации, как бы мы к этому ни подходили, это очень сложно как-то сочетать с другими фрагментами священного писания. Потому что это единственное место, где упомянут в Ветхом Завете Гог. Понятно, что он опять появится в Откровении, 20 глава. И по этой причине некоторые считают, что произойдет это уже в конце Тысячелетнего Царства. То есть Иоанн Богослов описывает то же самое, что было в книге «Езекииль». Именно поэтому так сложно интерпретировать «Езекииль 38-39» и поставить ее в какую-нибудь другую временную плоскость, потому что это, очевидно, не является частью судов Господних, судов Дня Господних, и не совсем понятно, что это такое, потому что это не совсем «Великая скорбь», потому что есть люди, кстати говоря, и сегодня, которые говорят, что это часть «Великой скорби», но обосновать это довольно трудно. Как все это состыковывается? Что говорит «Езекииль»? Смотрите, 38 глава. Он говорит о ключевых участниках этих событий. Мы узнаем, что это шестая и последняя речь, шестое и последнее пророчество «Езекииля», которое он дает людям. Он получил его вечер перед тем, как посланник пришел из Иерусалима. Теперь у «Езекииля» развязаны уста, и он может говорить, и он изрекает свои пророчества. После того, как он узнал, что разрушен храм. 38.2. «Сын человеческий, обрати лицо твое» смотрите, вот это шестое, более конкретно. «Обрати лицо свое к Гогу» в земле Магог, князю Роша. И я бы сказал, что гораздо лучше здесь истолковывать это, так, кстати, большинство экзегетов истолковывает, что это слово «рошь» на протяжении всего Ветхого Завета всегда используется в смысле «глава» или «главный». То есть Гогу из земли Магог, князю Роша, то есть главному князю Мешеха и Фувала. То есть «рошь», и это очень важно, это не географическое название, потому что есть люди, которые говорят, что это Россия. Я думаю, что языки и подумать тогда не мог о России. Кстати говоря, слово «рошь» это действительно не лучший перевод. Это не географическое название, конечно, все-таки. Это скорее описание. «Голова». «Рошь» — это «голова». То есть он главный князь Мешеха и Фувала. Что же касается Мешеха и Фувала, и то, и другое упомянуты в книге «Бытие», десятая глава. И там это имена потомков Иофета. То есть мы видим, что Гог живет в земле Магога. Это территория Иофета, и это территория, которая находится к северо-западу от Израиля. И обычно считалось, что это в районе Анатолии, ну и, естественно, также и часть южной территории бывшего Советского Союза. Ну, то, что сейчас стало независимыми государствами, оно тоже попадает в эту территорию. То есть это страны, которые граничат с Турцией. И дальше несколько на запад жили также потомки Иофета. Вы можете посмотреть табличку по бытию десятая глава. То есть мы не знаем, кто такой Гог, и мы не знаем, по большому счету, где находится земля Магог. А в основе наших предположений лежат некоторые моменты Священного Писания, конечно, но по поводу Мешеха и Фувала мы можем предположить, что это потомки Иофета, соответственно, это и земля потомков Иофета. И дальше мы видим с вами, как Бог будет судить этого Гога. И, читая 38-39 главы, мы понимаем, что Бог восстает против Гога, что Бог втянет буквально Гога и его союзников в землю Израилеву и поразит их, и победит их, разгромит их для того, чтобы показать свой суверенитет, свое владычество. Четвертый стих. «И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя, и все войско твое, князей и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях со щитами всех вооруженных мечами». То есть, Яхве своим суверенитетом, своей властью сделает то, о чем пророчествует Иезекииль в этих главах. Понятно, что Гог в широком смысле это все, что находится к северу от земли израильской. И именно оттуда придет Гог. Но обратите, пожалуйста, внимание, что в пятом стихе говорится о том, что он вступит в союз с Персией, а Персия находится к востоку от Израиля, с Эфиопией. И Эфиопией находится к югу от Израиля. И также с Ливией, которая находится в Северной Африке к западу от Израиля. То есть, это будут уникальные альянсы, это будут уникальные союзы. Интересно, что только здесь, только в этом месте, только в этом фрагменте так говорится во всем Священном Писании об этих союзах. Нигде больше. То есть, Гог придет с севера, 6-й стих, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы с тобою. То есть, эти народы объединятся с другими народами, и они будут окружать Израиль. И вот в этом альянсе будет представлена многонациональная армия, которая будет происходить из государств, окружающих землю, обетованную. Вот это и есть указания на нации, которые во всем этом будут участвовать. Но есть еще большая проблема. Дело не в том, кто вторгнется, а когда произойдет это вторжение. И главный вопрос толкования, конечно, не в том, кто это будет, но когда это будет, когда это случится. И мы видим это в восьмом стихе. После многих дней ты понадобишься в последние годы, то есть не написано в конце дней, написано просто в последние годы ты придешь в землю и дальше избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы. И люди, которые будут собраны из других народов, они будут в земле. То есть в контексте этой книги мы можем представить себе, что речь идет о возвращении Израиля в землю. Об этом уже говорилось в 36-й главе и в 37-й главе также говорилось о том, что Израиль и Иудея объединяются, они живут как единый народ под предводительством и правлением единого царя. И вот тут та самая безопасность, о которой говорит Иезекииль. То есть вот это на самом деле один из первых вопросов. Как расположить все это по времени? Как это расположить хронологически? Как объяснить время вот этого восстановления Израиля и всего того, о чем говорится здесь, начиная с 8-го стиха и дальше 38-я, 39-я главы? Произойдет это после восстановления Израиля, после полного восстановления Израиля. Но остается вопрос когда? В 38-й главе он говорит о том, что это восстановление Израиля, о том, что это безопасность Израиля. Мы читаем о том, что Израилю уже не нужна никакая военная защита. И кстати, именно это искушение использует Бог для того, чтобы привести Гога вместе с его союзниками к вторжению в землю. Но при этом 39-я глава мы узнаем, что Бог против Гога и мы узнаем, что Бог не только вовлечет Гога и его армии во вторжение, но также уничтожит армии, которые приняли участие в этом вторжении. Он уничтожит эти армии на горах Израиля. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com И вот 39-я глава. Так говорит Господь Бог, это первый стих, «Вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мишаха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твоей из правой руки твоей». Четвертый стих, «Падешь ты на горах Израилевых». Пятый стих, «На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь». Вот это последнее откровение Яхве, откровение, которое он дает всем язычникам, чтобы показать, что все находится в его суверенной власти. И это разрушение настолько полное, и совершает это Яхве. Израиль в этой войне не участвует. Израиль просто сидит дома, а Бог уничтожает армию неприятеля. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что в девятом стихе мы читаем о том, что на протяжении семи месяцев после этого вторжения израильтяне будут топить дома материалами, которые остались от армии агрессоров. То есть просто жечь на огонь в качестве естественных природных ресурсов для того, чтобы топить дома. И разрушения будут столь велики с 11 по 16 стихи, что понадобится семь месяцев для того, чтобы похоронить всех мертвых, кто умер в земле израильской. И таким образом очистить землю. И дом израилев семь месяцев будет хранить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хранить их. И знаменит у них будет день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог. И все это ради славы имени Яхве. И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю с помощью прохожих, погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. Вот это такая последняя картинка жертвы. И опять появляется образ птиц. И этот образ появляется также в Откровении 19 глава. Многие говорят, что это одно и то же событие описывается. Это конец скорби, великой скорби. Это кульминация судов. Мы с вами приближаемся здесь к возвращению к второму пришествию Иисуса Христа и к тому моменту, когда будут установлены условия для Царства Божия. Но очень сложно сказать о том, когда же все это произойдет, когда это по хронологии будет. Я могу сказать так, я не знаю. Я думаю, что когда это произойдет, тогда мы поймем. Мы скажем, а, надо же, как же я сам-то не сообразил. Но пока это все еще в будущем. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.